Каждый день новые фильмы на anvap.org Заходи, качай и смотри онлайн бесплатно! Найди сайт Азино 777 и получи 777 рублей на игровой счет. Каждый день новые фильмы на anvap.org Они являются прямыми потомками древних народов, савдейцев и бактрийцев. За всю историю существования таджиков их территория была завоевана много раз, в том числе арабами, монголами и Российской империей. Во времена Советского Союза была создана Таджикская республика со столицей в городе Душамбе. 70 лет она входила в состав Советского Союза, участвовала во Второй мировой войне. Наконец, 9 сентября 1991 года, после падения Советского Союза, республика Таджикистан стала независимой. Таджикистан граничит с четырьмя странами, среди которых Китай и Афганистан. Не успел народ Таджикистана насладиться свободой, как грянула гражданская война, и дух свободы канул в лету. Таджикистан. Начало 90-х. В ролях Джеймс Наземи, Алекс Федиш, Данте, Андре Маккой, Ребекка Кочин, Майкл Мэтсон. Вот, держи. Спасибо. И другие. Они приближаются. Да не волнуйся. Армия обо всем позаботится. Но я беспокоюсь. Не беспокойся, все будет хорошо. Свидетели заявляют, что многочисленные войска оппозиции окружили столицу, город Душамбе. Мальчики на улице. Наверное. Отойди. Рустам, Сухро. Рустам. Скорее, Сухро, беги сюда. Тихо, тихо. Посидите здесь. Нам нельзя оставаться здесь. Надо перейти на ту сторону и укрыться там. Так, мальчики, сидите здесь. Мы скоро придем. Так. Не бойтесь. Мы просто проверим, что там. И сразу вернемся. Что это было? Останься здесь. Я схожу, проверю. Не уходи. Тихо. Я только проверю, где мама с папой. Будь здесь. Возвращайся скорее. Нет. Мама, папа, вставайте скорее. Денвер, штат Колорадо, США. Вописок стран, которые страдают от войны, нестабильной ситуации. Огромное число детей из этих стран ищут новую семью. Я забыл очки. Я прочту. Таджикистан – государство, ранее входившее в состав Советского Союза и получившее независимость с сентября 91-го. Вскоре там началась гражданская война. Таджики? Таджики. Таджики – единственный народ в Средней Азии, говорящий на персидском языке. Единственный народ бывшего Советского Союза, имеющий иранское происхождение. Таджикистан? Ни разу о нем не слышала. Знаете, они входят в число семи стран, заканчивающихся на стан. Афганистан, Пакистан, Таджикистан и так далее. Нам нужен ребенок повзрослее. Он поймет, что его усыновили. Да. Хорошо, конечно. Давайте сейчас обсудим необходимые документы. Начнем с первого. Его название звучит пугающе. Это такая контрольная проверка. Затем проверка личной информации. Это не так сложно, как кажется. Я вам помогу. Давайте. Юг Таджикистана. О, как тебя зовут? Сухроб. Где твои родители? Тебя кто-то обидел? Дайте ему еду и одежду. Он останется у нас. Тебя кто-то обидел? Ну, как тебе наш дом? Теперь это и твой дом, Рустам. Пошли. Что за мальчик ты приютил? Сухроба. Наши люди спасли его после сражения на юге. Он будет отличным бойцом. Я это точно знаю. Все ясно. А сколько денег надо для отправки груза? Больше, чем в прошлый раз. Разумеется. Ты же одноразбойник, Мехраб. Я позже с тобой свяжусь, и мы все обговорим. Мои люди дадут тебе все, что нужно. Хорошо. Как мы договорились. Половину деньгами, половину оружием. Хорошо. По рукам. Давай. Спасибо. Спасибо. Начало двухтысячных. Не падай. Хорошо. Почему он так строг с тобой? Строже, чем с нами. Не знаю. Когда он не смотрит, я перестаю отжиматься. А когда смотрит, я снова начинаю. Попробуй. Нет, нет, нет. Если он это заметит, он будет со мной еще жестче. Господи. Я скучаю по своей школе. Там нас не заставляли все это делать. А здесь он хочет нас до смерти загонять. Или делает вид, что этого хочет. Он наш учитель. Надо делать то, что он говорит, и слушаться его. Несмотря ни на что. Я просто хочу, чтобы у него все получилось. Все будет хорошо. Это тренировочный лагерь. Им повезло, что он решил стать военным. Не переживай. Им еще будут гордиться. Поверь мне, ему там понравится. Надеюсь. Я буду ужасно по нему скучать. Отличная машина. И она сделана как будто специально для вас. Нас все устраивает. За сколько вы ее даете? 16 995. Отлично. Нет, нам не подходит. Дороже, чем в салоне. Любой продавец готов к торгу, так что вперед. Придется тебе скидывать. 16 990. Отлично. Что скажешь, Мот? Это на 5 долларов меньше, идиот. Вас зовут Геральт Эмот? Ха-ха. Да, я вернусь сюда с новым мужем. Пошли, кретин. Нам надо подумать. Привет. Рад, что пришла. Ну, что они сказали? Что вернуться? Это все равно, что мы хотим ее купить, но у нас мало денег. А зачем ты меня сюда пригласил? Я записался в армию. Уезжаю через две недели. Не буду врать, ты меня очень расстроил. Я сразу подумала, а как же я? Но ты всегда об этом мечтал. Ты твердишь об этом с тех пор, как мы начали встречаться. Надеюсь, все будет хорошо. И ты меня не забудешь. Никогда. Я люблю тебя. Ты станешь моей женой. Удачи, солдат. Мы будем по тебе скучать. Спасибо. Я не хочу тебя отпускать, Ру. Знаю, Джул. Я буду скучать. Обещаешь? Да. Готов? Да. Я буду скучать, Руси. Я тоже. Обязательно звони маме при первой возможности. Хорошо. Будет трудно жить в этом доме без тебя. Ладно. Я же уезжаю не навсегда. Я буду приезжать домой, и вы сможете ездить ко мне. Не переживайте. Давайте помолимся. Давай. Отец наш Небесный, пожалуйста, храни нашего Ру. Пусть твоя любовь ведет его. Пусть он будет источником добра для окружающих. И пусть твоя любовь и свет сопровождают всех нас. Во имя Христа. Аминь. Аминь. Нам пора. Повтори свою клятву. Каждый день быть готовым убивать неверных. Но сегодня ты не готов. Если бы я был американцем, тебя бы уже не было. Так в чем твой долг? Пожертвовать собой. Хорошо. Почему он постоянно так делает? Не понимаю. Почему нам надо убивать неверных, если они не нападают на нас и на наши семьи? Как говорит учитель Мехроп, мы должны быть готовы, потому что мы окружены врагами. Они везде. Они могут появиться с любой стороны в любое время. Они могут настраивать наших братьев и сестер против друг друга. Но вокруг нас никого нет. Я всегда жил среди мусульман. И они мне говорили, что главное для Аллаха то, что у нас сердце и наши поступки. К сожалению, я не могу заставить вас бежать еще 30 километров. По правилам, я сперва должен вас накормить, чтобы вы не умерли от голода. Так что сейчас же идите в казарму, вытрите вагины, а потом общий сбор на обед. Разойдись! Хиггинс, останьте. Есть старый... Поднял бабла, стали другими дела, стали считаться со мной, знают, кто теперь я. Поднял бабла, машина в линию дала. У тебя талант, братан, играть онлайн. Всех говорят, а как поднять бабла? Куда нажать? А-а-а-ази на три топора. Я трачу и не плачу, то, что поднял вчера. Поймал удачу и держу за оба крыла. А-ази на три топора. Так началась игра, все по чесноку. Если поднял, отгрузят бабла. Тернул за канат, и макака поймала банан. Сегодня я гуляю, бабки не влазят в карман. Сэр. Себя ждет большое будущее. Посмотрим, как ты справишься. Спасибо, сэр. У тебя прекрасные результаты. Продолжай в том же духе. Да, сэр. Вольно. Понимаешь, сержант не каждому говорит, что у него есть способности, и он далеко пойдет. Ты лучший в мире сын. Я тобой так горжусь. Я обязательно расскажу об этом папе. Знаешь, мы, наверное, все вместе приедем к тебе в Северную Каролину. Хорошо, мам. Но пока рано радоваться, я же еще не генерал. Знаю, просто... Я просто горжусь, что я твоя мама, и все. Я тебя люблю. Я тебя люблю. В чем дело? В чем дело? Учитель Мехроп хочет отправить нас воевать в Афганистан. Я готов к этому. Это мой долг. Я хочу сбежать. Давай сбежим вместе. Сегодня вечером. Не могу. И тебе не советую. Учитель Мехроп использует нас. И неверные везде. Так же, как липовые мусульмане. Что ты несешь? Ты что, один из них? Нет, нет, брат. Я хочу быть свободным и самому исповедовать мою религию. Я не хочу это слышать. Уходи. Эй, Русти. Расти, Расти. Ребекка. Что означает твое имя? Ты вообще откуда? А что? Твой друг интересуется? Да нет, вообще-то... Мой отец спрашивает, откуда твоя мать. Эй, его мать умерла. Тем лучше. Одной арабкой меньше. Ах ты, мудак. Тихо, тихо, пошли. Эй, эй, полегче. Как ты меня назвал? Так, полегче, полегче, старик. Не обращай на них внимания. Валите отсюда, идите, пообедайте. Увидимся, сука. Иди погуляй. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Симонс? Да. Она здесь? Я уже иду. Черт. Да. Сэр, вольно. Ходжинс, выйди. Сынок, к тебе пришли. Спасибо, сэр. Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Привет. Привет. Как я рад. Как дела? Все хорошо? Ты чего? Посмотри на меня. У меня для тебя новости. Произошла авария. Какая авария? Автомобильная авария. И... Твои родители. Что? Нет. Мне очень жаль. А... Господи... 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 Кто это? Твои родители? Это моя родная семья в Таджикистане А это мои приемные родители Они американцы А здесь я с родителями и моим братом-близнецом Сухробом Они все погибли Теперь я сиротел дважды Соболезную, старик Что произошло? Моя родная семья в Таджикистане Родителей убили во время войны А приемные погибли в автокатастрофе А где твой брат? Не знаю Но однажды я найду его Он мне получится Господи, посмотрите Только что прогремел еще один взрыв Четвертый по счету Затем в обоих зданиях прогремели взрывы Сегодня Мы одержали важную победу над нашим самым большим врагом Соединенными Штатами Америки Башни-близнецы Основной символ империализма и капитализма Были уничтожены Они были наказаны Это большая радость Но мы должны быть готовы к мести с их стороны Поэтому мы здесь, чтобы помочь нашим братьям-афганцам Бороться с ними бок о бок Учитель Что мы будем делать в Таджикистане? Таджикистан находится под колбаком у России Так что на данный момент мы ждем своего часа Правительство против нас Но есть те, кто нас поддержат Наши братья в Афганистане Кто со мной? Почему ты тренируешься в выходной? Мне нравится Ясно 60 Эй, Расти Расти Ты видел, что твои сделали в Нью-Йорке? Ты что, тупой? Думаешь, тебе это сойдет с рук? Твои друзья-террористы убивают американцев Эй, заткнись Сам заткнись и отвали Я тоже американец, мудак Нет, нет Ты родился не здесь Тебя усыновили Слушай, сделай одолжение Вали отсюда, пока я тебя не врезал Да ладно Знаешь, что сам вали, это моя страна Вставай 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 Сэр, мы засекли Цель, вот ее координаты Хорошо, вы летаете на задание Будьте в районе деревни Есть, сэр СВ-200 подтвердил, что обе флешки у него А еще он подтвердил, что цель движется по обычному маршруту Вы ее видите Покажи мне ее Есть, сэр Вот наша цель Так, давайте, накройте их Вас понял, сэр Там еще какие-то люди Да На каком они расстоянии? Где-то в 20 метрах Стреляй! Стреляй! Когда было последнее нападение? Два дня назад мы провели несколько операций, включая спиц-операцию, в которой были ликвидированы помощники так называемого «палача». Необходимо обезвредить того, кого называют «палачом». Это наша первоочередная задача, генерал. Есть, мэм. Мы ищем подходящего агента, который поможет нам его найти. В идеале он должен свободно говорить на фарси, и мне нужно ваше подтверждение, чтобы я мог этим заняться. Я даю его вам. Генерал, вы уже давно в Афганистане, и у нас ни разу не возникало таких проблем. Мне не важно, каким образом вы этого добьетесь, но чтобы больше ни один американец не погиб. Идите и займитесь этим, генерал. Есть, мэм. Сэр? По подтвержденным данным, перед тем, как наш дрон попал в цель, СП-200 взял флешки, а потом объект был ликвидирован. Плохие новости. Пострадали мирные жители. Сколько? Мальчик, две женщины и мужчина. Пресса уже знает? Еще нет, но скоро узнают все. Сделайте так, чтобы пресса не узнала. Если это возможно. Махмуда взорвали вместе с мирными жителями в Хайрабаде. Как это произошло? Я не знаю, но флешка была уничтожена вместе с ним. Кто слил эту информацию американцам? Мы подозреваем несколько человек. Несколько человек? Кто был с Махмудом? Рафик. Рафик? Он мне никогда не нравился. Но он выведет нас на американцев. Мы убьем двух зайцев одним выстрелом. Отправь к нему наших людей. Хорошо. Хорошо. Все чисто. И не м pelя. Хорошо. Вшли. Прилучный выбор. Хорошо. Помогите. То есть. Как сумел. Хорошо. karate. discrete есть. Хорошо. Хорошо. cl встрах. Хорошо. Хорошо. NASH. Сегодня было совершено нападение на наших военных. Министр обороны Питерс отказалась давать комментарии, однако по сведениям канала Аль-Джазира четверо американцев попали в тлен. Мы ждем начала пресс-конференции президента. Из какой они дивизии? Из дивизии генерал МакАлистера, особое подразделение. Вы получили у них всю информацию? Да, всю. Убейте их. Заходит один парень в бар и говорит, моя жена умерла. А бармен и отвечает, вы уверены? И он говорит, да, я уверен. В сексе все как обычно, а вот тарелки у раковины не помыты. Генерал, вы должны пойти с нами на ужин. Да, давай, Мак. Он обещал привезти женщин. Я слышал. Свяжитесь с моим секретарем. Хорошо, так и сделаем. Пошли. Нам надо все подготовить. Повеселимся. Что случилось с СПИ-00? Он не выходит на связь, теперь у нас нет шпиона. Найдите его. У меня есть адрес его брата, думаю, Абдулла нам поможет. Он сам нас с ним свел. Я знаю, что его интересуют только деньги, больше ничего. Не хочу ставить под удар его семью и родственника. Если только мы не хотим революции. Нет. Найдите его и увидите отдать флешку. Хорошо. Немедленно займусь этим, сэр. Вот и прекрасно. Продолжай. У меня для тебя особое задание, сынок. Я готов, учитель. Сейчас американцы в панике. Самое время нанести удар. Куда идет следующий патруль? На север. У них особое задание. В Хайрабаде. Ты должен знать. Сухруб мой самый преданный ученик. Если со мной что-нибудь случится, он будет моим преемником. Но он еще совсем юн. А вы друг Мулы Абдуллхани Марадар. Вот именно. Золотые слова. Ты разве забыл? Мы все братья. Мы держимся друг за друга. У Сухруба тоже будет задание. Рустам Фиггинс. Да, мэм. Я получила рекомендательное письмо от майора Симонса, который находится в Афганистане. Он уверен в том, что вы лучшая кандидатура для того, чтобы помочь нам выйти из затруднительного положения. Я высоко ценю доверие, оказанное майором Симонсом и вами. Я изучила вашу биографию. Вы родились в Таджикистане, а затем вас усыновила американская семья. Все верно. Вот ваша основная цель. Вам нужно будет втереться в доверие к нашему врагу. Если справитесь с этой задачей, спасете жизни многих военнослужащих. Вы понимаете, что это очень рискованное задание? Да, мэм. Америка гордится такими, как вы. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сержант-построевой майор Симонс. Рад вас видеть. Хиган, я же говорил, что взял тебя на заметку. У тебя есть шанс сделать отличную военную карьеру. Сейчас твое время. Это честь для меня. Спасибо. Мадам министр обороны, генерал МакАлистер на связи. Генерал МакАлистер, доложите обстановку. Произошло еще два нападения. Ух ты, еще два нападения. Хорошо, что вы умеете считать. Потому что их было столько, что лично я уже со счета сбилась, генерал МакАлистер. Вы вообще в курсе того, что у вас происходит? Да, мэм. Вряд ли, потому что вы попросили у меня разрешение на то, что мы не практикуем, но у нас все равно гибнут люди. У вас ведь есть поддержка самого короля Афганистана, черт возьми. Мадам министр, мне просто нужно больше времени. У вас нет времени. Если эти нападения не прекратятся в ближайшие два дня, будете искать другую работу. Есть, мэм. Я начинаю думать, что палач супертеррорист, а МакАлистер ни на что не годится. Капитан, я хотел узнать, сколько у вас людей между 6 утра и 12 дня. В это время у нас 3 новобранца и 12 срочников, сэр. А на дороге в это время много людей и машин. Самое безлюдное время между 5 и 7 часами утра. А потом с 12 до 16, сэр. Капитан, я дам вам одно поручение. У вас будет спецоперация. Что скажете, капитан? Я очень рада, сэр. Хорошо. Среди местных жителей есть наш агент. Я хочу, чтобы вы вышли с ним на связь и доложили мне. Я готова, сэр. Наш агент СПИ-00. Его реальное имя Рафик. У него есть флешка. Вы должны взять ее. На ней секретная информация. Никто, включая вас, не должен ее смотреть. Если это произойдет... Это преступление. Вы нарушите устав вооруженных сил и предстанете перед трибуналом. Вам все ясно? Да, абсолютно ясно, сэр. Отлично. Вы свободны. Есть, сэр. А вот и прекрасная страна Афганистан. Я знаю, сэр. Я вырос недалеко отсюда, по ту сторону границы. Что ж, поэтому ты здесь. Нам как раз нужен человек с твоим опытом, выносливостью и прошлым. Таджик. Мне нужен тот, кто понимает афганцев и все, что с ними связано. Не могу сказать, что хорошо в этом разбираюсь. Ничего. Еще нам нужна твоя американская смекалка. Для чего? Надо, чтобы ты внедрился в Талибан под прикрытием. У них будет операция по передаче наркотиков. Их командир зовут Мехроп. Еще его называют Палач. Это из-за его поступков? Ну да. А еще потому, что его главная цель – это наши солдаты. Я очень хочу принести пользу своей стране. Я в этом не сомневаюсь. Это большая честь, сэр. Когда приступать? Я тебе сообщу. Ты единственный, кому я доверяю. Спасибо, сэр. Мы рады, что ты выполнил свои обязательства. Если бы ты не выполнил уговор, я бы не стал ничего делать. Передай друзьям, что я готов к нашей операции. Американцы захватили новые поля. Люди теперь завязаны с ними и их деньгами. Поля в Немлике, Кушке и даже в Шулигаре теперь под их контролем. Это наша доля, наш хлеб. Сейчас самое время собирать урожай. Осталось мало полей. Трудно что-то делать, когда мы окружены американцами. Надо убивать тех, кто работает на американцев. Убейте всех, кого можете. А главарей арестуйте. Думаешь, это нам поможет? Это помешает им. А мы выиграем время. А что насчет Сухроба? Он уже готов? Пока нет. Пока нет. Знаешь, милая, здесь совсем не так, как в Таджикистане. Там лучше дороги, школы и люди совсем другие. Хотя мы говорим на одном языке. Значит, тебе там не нравится? Трудно сказать, ведь здесь идет война. Но простые люди очень приятные и гостеприимные, если ты их не трогаешь. Надеюсь, все будет хорошо. Потерпи. Это мучает нас Господь. Конечно, родная. Спасибо. Когда вернешься домой? Пока не знаю. Надеюсь, скоро. Я еще ничего не сделал. У меня для тебя новости. Какие? Я беременна. Что? Правда? Да, доктор сказал уже три месяца. Милая, это же... Это же так здорово. Ну, ладно, Ру. Тебе, наверное, пора идти. Боже мой. Знаешь, родная, теперь мне ужасно хочется домой. Ладно, я жду тебя здесь. Я тебя люблю. Да. Я тоже тебя люблю. Помощь нужна? Да. Куда мы едем? Опять совершено нападение на солдата. Надеюсь, это не Колфекс. Тебе намного лучше без этой бороды. Симмонс. Да? Найди флешку. Или попрощайся со всем. Скажи пока-пока. Я обязательно этим займусь. Забери ее у Колфекса. Надеюсь, она жива. Очень на это рассчитываю. Я вас понял. Так, что это у нас? Я нашел это у них. Отлично. Суки он сын. А вот и Колфекс. Снимите ее. Господи, они повесили женщину. Так, все слушайте внимательно. У нас много дел, рано расслабляться. Давайте ее снимем. Затем проверим раненых. А вы двое прочешите территорию. О, Абдулла. Давай, давай. Заходи. Ас-салам алейкум. Что случилось? Я не знаю, что мне делать. Я застрял здесь, а жена с детьми уехала к Свелкру. Я боюсь, что кто-то мог видеть меня с американцами. Кто мог за тобой следить? Не знаю. Мехроп очень хитрый. Я не могу понять, что он задумал. Ладно. Тебе надо уехать подальше и залечь на дно. И убедись, что тебя никто не видел. Я боюсь одного. Во время операции американцы убили мирных жителей. Они следили за объектом с помощью жучка, который я поместил. Я забрал оттуда очень важную флажку. Думаешь, кто-то ходится за ней? Откуда я знаю? Теперь я жалею, что я согласился помочь американцам. Но я послушал тебя, Абдулла. Это ты меня уговорил. Теперь я боюсь, что придется платить за грех, который я совершил, из-за которого американцы убили людей. Невинных людей, наших людей. Рафик, ты делаешь правильное дело. Помогаешь остановить тех учителей и главарей, которым нужны только деньги. Для собственной выгоды. Но ведь тебе тоже неплохо заплатили, правда? Честно. Я пришел сюда, потому что я тебе доверяю. Я оставлю эту флешку тебе. Что на ней? Секретная информация. Можешь потом посмотреть. Американцы уже знают, что на ней. Поэтому они охотятся за ней. Они готовы убить за нее. Я готов, сэр. Ну тогда иди делай дело. Есть, сэр. Твою мать. Так, так, все, все, хватит. А теперь слушай сюда. План такой. Надо найти палача и убить его. Покончи с ним до того, как он убьет кого-то из наших, ясно? Есть, сэр. А еще мне нужно добыть секретные данные. Кроме меня их никто не должен видеть, ясно? Ни у кого нет разрешения на это. Только у меня. Найди флешку и принеси ее мне. Ясно. Есть, сэр. Он очень опасный человек. Надо устранить его. Все, разойтись. О, привет, привет. Слушай, вот что хочу сказать. Ты отлично сегодня себя вел, сделал, что надо. Понял? Да, вы тоже молодцы. Спасибо. Не знал, что вы здесь. Да, я уже давно здесь. Слушай, это такое реальное испытание. Я здорово изменился. Я уже совсем по-другому смотрю на жизнь. Я понимаю, что это прозвучит странно спустя столько лет, но я хочу тебе сказать, прости меня за то, что вел себя по-идиотским. Да ладно, я не обижаюсь. Спасибо. Сколько ты уже здесь? Больше четырех лет. Ничего себе. Ладно, рад был тебя увидеть. Да, я тоже. Еще увидимся. Хорошо. Хорошо. Все, я побежал, а то опоздаю. Еще увидимся. До встречи. Давай, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Эй, пошли. Заходи. Заходи. Дальше не ходи. Тебя пришлось ждать. Я просто приехал пораньше. Так надежнее. Ты хочешь купить много товара. Значит, у тебя много клиентов. Ну, наркотики – это как шахматы. Чем больше играешь, тем лучше. Я тебя до этого не видел. Откуда ты знаешь Абдулу? Откуда ты? Из Хайрата. Я много мотаюсь между городами. Наша семья воевала против советских солдат. И мы знаем Абдулу. Он мой друг. Еще раз, как тебя зовут? Хидар. Хидар. Ты прав. Наше дело напоминает шахматы. Всегда стараешься избежать шаха и мата. Я настаиваю, чтобы ты попробовал сам. Иначе как ты поймешь, что за товар ты покупаешь? А тем более, как ты потом будешь его продавать? Мы так не делаем. Но сейчас ты не у себя, а у меня. Нет. Понюхай. Быстро вдохни. Нет. О, да. Да. Вот так. О, да. Редактор субтитров. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Давай. За тебя. Спасибо. Что такое? В чем дело? Предатель, гореть тебе в аду. Подожди, у меня есть для тебя важная информация. Не смей подходить ко мне. Сэр, в чем дело? Мне доложили, что СП-200 мертв. Я так и знал, что ты это скажешь. Видимо, это задание так и не будет выполнено. Я не могу поверить, что этот засранец украл флешку, уничтожил ее копию. Он все спланировал с самого начала. Сначала операция, потом он убрал СП-200. Все идет по плану. Черт побери, Симмонс. Ты ведь найдешь эту чертову флешку. Да, сэр. Трудно было поместить жучок в машину его сына. Да не особо. Я следил за ним весь день. Думаю, это дом Мирали. Думаешь? Да, это Мирали. Спасибо. Правительство США не забудет твою помощь. А теперь иди домой к своей семье. Спасибо. А, да. Еще кое-что. СП-200. Его звали Рафик. Он отдал ее мне перед тем, как его убили. Генерал МакКаллистер уже знает, что на ней. Но он хочет, чтобы ты об этом знал. Я подумал, что будет лучше, если ты оставишь ее у себя. Я тебе верю, брат. Прошу, не говори никому, что я тебе ее дал. Спасибо. Благослови тебя, Аллах. Благослови тебя, Аллах. 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 Стоять. Так и знал, что тебе нельзя верить. Ты предатель. Где его носит? Нет сигнала. Да мне насрать на сигнал. Я не могу ехать, не зная, где он. Быстро садись в машину. Где палач? Американский ублюдок. Я лучше умру. Стреляй. Где Мехроп? Он живет в следующей деревне. На главной улице. В каком доме? В самом большом. Появился сигнал. Следуй за ним. Господь наш. Хвала Аллаху. Америка. Ну... Дави. Америка. Ты только посмотри. Кто сказал, что он умер? Он все еще жив. Ищите флешку. Все чисто. Ничего не нашли, сэр. Так, все выйти отсюда. Где мехроп? У нас есть сигнал? Да, сэр. Где мехроп? Ты крепкий орешек. Таких, как ты, можно слегка поджарить. Могу так долго продолжать. Хочешь еще подкоптиться? Нет. Нет, нет. Где мехроп? Где флешка? Где флешка? Ты заставил меня делать это все. Из-за такой фигни? На ней секретные данные. Кроме меня, никто не должен их видеть, ясно? Где ты ее взял? Мне ее дал мехроп. Палач? Он получил ее от одного из ваших офицеров. А потом повесил ее. От Колфикса? Она забрала ее у одного из наших шпионов, Махмуда. Ты можешь идти. И все? Что ты сказал? Что еще тебе от меня нужно? Нет. Скажи, что ты сказал до этого. И все? Ты что, из Таджикистана? Да. Откуда? Кабадион. А какая у тебя фамилия? Алиев. Рустам. Редактор субтитров, Корректор А.Егорова Ты их знаешь? Да. Наш шпион в Афганистане по кличке ESP-200. Его звали Рафик. Их шпион нехроба. Махмуд. У них обоих был записан компромат друг на друга. Фотки и видео. А теперь этот компромат у нас. Теперь все ясно. Это война за наркотики. А не за справедливость. За нами гонятся. Куда поедем? Поедем в Таджикистан. Мехроб уже там. Мы сможем поймать его. Поехали. 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 Так он сам. А… Мах… Быстро найдите эту машину, не стойте. Есть, сэр. Сэр, нам сообщили, что Хиггинс пытается покинуть город на машине. Может, он хочет сбежать вместе с флешкой? Нет, сэр, я верю в Рустам. Мы не можем рисковать. Вас понял, сэр. Надеюсь, они нас не найдут. Надеюсь, нет. Свяжемся с таджиками. Скажем им, где найти микроба. Тогда не схватят его. Да, брат, мы все те же. Думаем одинаково. Это агент Хиггинс. Я бы хотел поговорить с министром. Мэм, на первой линии агент Хиггинс. Спасибо. Это Питерс. У нас сложилась ужасная ситуация. Кто-то убит или попал в засаду? Нет, заговор среди военных. Продолжай. Генерал МакКаллистер замешан в торговле наркотиками. Я надеюсь, что у вас есть доказательства. Это серьезное обвинение, Хиггинс. Я отправил их вам. Невероятно. Надо арестовать МакКаллистера и его сообщников. За мной гонятся его люди. У вас есть человек, которому вы доверяете, с которым я могу связаться? Да, есть. Пароль! Пароль! Быстро, быстро достаньте нам машину. Нам надо уходить. МакКаллистер 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...